Лыжная Россия Доброе утро, Иван. Доброе утро. Что там с трассой? Какая сложная? С трассой все отлично. Легкая, специально сделана для того, чтобы любой желающий мог ее преодолеть. Неважно, кто умеет, человек кататься не умеет. Пройти эти два километра сможет практически каждый. Два километра совсем небольшая, небольшая дистанция. Я планирую. Немножко боязно, потому как это будет в первый раз. Но вот для таких участников, как я, с чего начать? Я не знаю, зарегистрироваться, получить шапочку, номер, приехать заранее? Может быть за сутки? Народу ведь много будет. Нет, пометуя прошлые годы, мы постоянно сталкивались с тем, что мы выдавали всю атрибутику от шапки и номера. Мы выдавали их студентам, школьникам, рабочим, заводам и так далее. И практически ничего не оставалось именно на мероприятии на самом. То есть по задумке они должны были приехать к нам на мероприятия, уже экипированные в эти шапочки и выступать. Но так получалось, что люди, видимо... Шапочку получили? Шапочку получили, забывали приехать. Те, кто действительно хотел и приезжали сами, они оказывались, так скажем, без сувениров. Так, в этом году все как-то иначе будет. Да, в этом году все как-то иначе. 20 тысяч шапочек лежат на экспо, и они будут выдаваться только тем, кто доприедет. Регистрация заранее на сайте? Нет, регистрации никакой нет, то есть любой желающий может приехать и участвовать. Регистрация есть только в спортивном забеге, в забеге в элитном, там где выступают действительно те, кто занимается спортом профессионально. А массовый забег, он для всех. А как это все будет происходить? То есть вот прямо вот мы поделили, там во столько-то массовый забег, во столько-то побегут профессионалы, во столько-то полупрофессионалы. Здесь быстро побегут, здесь красиво. Вот там Юля одна побежит эффектно и недалеко. В 11 часов стартуют профессионалы, в 12 часов стартует массовый забег. А разница в скорости преодоления трассы между профессионалами и непрофессионалами значительная? 10 километров, они бегут 4 круга, а не профессионалы, идут, гуляют, прогуливаются, всего лишь 2. Ты будешь стоять в ожидании, что кто-то подтолкнет. Возможно. Но мы опять же не ограничиваем, то есть если человек раньше занимался и 2 километра ему не хватит для того, чтобы почувствовать себя действительно таким приобщенным к этому большому празднику, мы не говорим о том, что 2 километра и все, пожалуйста, можно проехать 3 круга и 4, и все, ну сколько, хоть целый день. А человек, который туда вот приезжает, вот он не спортсмен, он приезжает, у него должны быть какая-то обязательная там набор атрибутики, с которыми его допустят на какие-то лыжи, может быть, не знаю. Документы. Документы, внешний вид. Вот какие требования к участнику? Ну, все, наверное, смотрят прогноз погоды, да, с утра, перед тем, как выйти на улицу. Обязательно нужно обратить внимание на то, как одеться, да, то есть все-таки должна быть спортивная одежда, она должна быть достаточно легкая, удобная и в меру теплая. Юля, в твоей шубе бежать не получится, просто чтобы ты знала. Ну, да, я просто пробовала, в этой зимой пару раз уже мы сходили на лыжах и действительно бежать, например, в пуховике или в каком-то там лыжном костюме не очень комфортно. А когда на тебе что-то такое вот, ну, легкое, не летнее, конечно, но все-таки ты бежишь быстрее, мне кажется. Совершенно верно, то есть и на экспо будет организован гардероб, можно будет всю там верхнюю одежду ненужную оставить, пройти свою дистанцию и потом спокойненько переодеться, то есть здесь никаких проблем нет. К лыжам есть какие-то претензии? Будете вы замеры брать, не знаю, там? Нет, конечно же нет, то есть любой участник может кататься на своих лыжах, на которых он катался, может взял, не знаю, там с балкона, которые 20 лет стояли уже. А как правильно выбирать лыжи? Вот у меня на балконе много лыж, да, давно лежат, лет 20. Как правильно выбирать лыжи к такому событию? Честно говоря, те, которые были 20 лет, из-за этого я уже про них забыл, да, не вспомню, как они выглядят. Как правильно выбрать лыжи? Ну вот у нас есть лыжи ваши, вы вот, кстати, на них побежите? Вполне возможно, если будет достаточно прохладно, то на них, если будет чуточку теплее, то на других. А, там еще и по температуре как-то появляется. Ну это наши заморочки уже такие, так скажем, профессиональные, поэтому обычному, так скажем, любителю или школьнику об этом нет смысла думать. Давайте хотя бы тогда напомним, для таких же девулька, как и я, кто соберется поехать в экспо, например, палки выбрать. Там же есть особенность, что палка должна быть какого-то определенного, определенной высоты. Давайте так, чтобы те, кто уже в этом разбирается, им нет смысла этого объяснять. Те, кто не разбирается, палки примерно по плечу, ботинки в размер, а лыжи... Лишь бы были. А лыжи лишь бы были. Хорошо. Ну, да, самое главное. Итак, напоминаем, что 11 февраля в экспо большой забег для всех и профессионалов, и непрофессионалов. Для просто, для тех, кто любит провести день с пользой и, главное, в удовольствии. Это так круто, пробежаться два километра, ну или пройти по свежему воздуху еще и в компании красивых мужчин. Самый важный-то вопрос мы не задали. Транспорт бесплатный, платный, организованный, неорганизованный. Как это все будет происходить? В этом году муниципалитет Екатеринбург очень сильно идет навстречу. И весь муниципальный транспорт 11 февраля будет работать в бесплатном режиме для участников Лыжней России. То есть те, кто едут с лыжами, те, кто действительно похож на лыжника, на спортсмена, да, может бесплатно проехать. А какой-то муниципальный транспорт, который ходит до Экспо? Мы говорим по городу Екатеринбургу, то есть с любой точки города Екатеринбурга можно доехать до метро, станции метро Ботаническая, где, опять же, в бесплатном режиме будут работать шаттлы, которые будут доставлять всех желающих участников на Экспо и обратно. Иван, расскажите, будет ли функционировать трасса на Экспо после завершения Лыжней России? Я очень на это надеюсь, я каждый год на это надеюсь, что она будет функционировать, что будут действительно любители и желающие, которые туда приедут и скажут, мы хотим кататься. Ну, им, наверное, никто не откажет, поэтому я очень надеюсь, что трасс будет больше и они будут у нас функционировать. Ну что ж, будем надеяться, что с погодой нам повезет. Идеальная температура воздуха какая должна быть? Где будет идеальная, я думаю, что примерно минус 12. Комфортная погода для лыжного забега. Заработал сайт Лыжня России 2017. Всю информацию по гонке можно найти по адресу лыжня.flgso.ru С английским у тебя соштающе. Я не знаю, как это... Но проще всего, на самом деле, наверное, поисковики набрать Федерация Лыжных Гонок Свердловской области, Лыжня России Свердловской области, да. И он уже, скорее всего, выскочит. Совершенно верно. Иван Алыбов, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, был у нас в студии. 11 февраля все встречаемся на территории Экспо. И обязательно с лыжами участвуем в Лыжне России 2017. Прямо сейчас небольшой коммерческий перерыв, после которого возвращаемся в эту студию. Не разбегайтесь. Прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА